Здравствуйте! Это «Суть дела». В Соединенных Штатах арестован финдиректор «Новотека». По сообщениям Минюста США, зампредседателя правления компании «Новотек», он же финансовый директор компании, Марк Джетвей, арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 93 миллиона долларов. После рассмотрения его дела в окружном суде штата Флорида, Джетвей освобожден под залог в сумме 80 миллионов долларов. Прокуратура заявила, что угроза внушительного тюремного срока по предъявленным обвинениям дает обвиняемому мотив сбежать из Соединенных Штатов, при том, что у него есть такая возможность. Напоминаю, что с Россией, чье гражданство, кстати, имеет Марк Джетвей, помимо американского, у США нет договора об экстрадиции. Марк Джетвей переехал в Москву из Америки в 1995 году и сделал карьеру в газовой компании «Новотек». Российское гражданство он получил в июле 2019 года. На сайте компании указано, что с 2003 по 2014 годы он занимал пост главного финансового директора «Новотека», а с июля 2010 года и по настоящее время занимает должность заместителя председателя правления. «Новотек», кстати, принадлежит Леониду Михельсуну, мажоритарному владельцу Сибура, на днях подписавшему договор о слиянии с Таифом. «Новотек» более всего известен производством СПГ – сжиженного природного газа. На этом высококонкурентном рынке он противостоит в том числе Соединенным Штатам, для которых экспорт СПГ в последние годы стал одним из главных направлений развития внешней торговли. 24 сентября утром, после появления информации об аресте одного из ее топ-менеджеров, падение котировок «Новотека» превысило 4%, до 1811 рублей 20 копеек за штуку. Но днем акции газовой компании отыграли час падения, и в 14.35 стоили уже 1819 рублей 60 копеек. Обвиняют зам предуправления газовой компании в том, что он якобы предпринимал шаги для сокрытия своего контроля над иностранными счетами и связанными с ними активами в размере до 93 миллионов долларов, полученными в качестве компенсации за работу в газовой компании. Говорится о том, что он сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем двух счетов в швейцарских банках, и, несмотря на наличие у него необходимых знаний, несвоевременно подавал налоговые декларации и отчеты по иностранным банковским и финансовым счетам. По сообщениям американского Минюста, ему инкриминируется, что в период с 2005 по 2016 годы он не раскрывал свои значительные офшорные активы, не сообщал о существенном доходе в налоговых декларациях, не уплачивал налоги на миллионы долларов и подавал в ИРС, это налоговое управление США, ложные декларации о соответствии офшорному законодательству в попытке избежать штрафов и уголовного преследования. Если Марка Джетвея признают виновным по всем обвинениям, ему грозит наказание в виде 20 лет заключения за каждое мошенничество и 5 лет заключения за каждое непредставление счета. Также его ждут еще 5 лет заключения за уклонение от уплаты налогов, 5 лет заключения за ложные декларации, 3 года заключения за каждое содействие в подготовке ложной налоговой декларации и 1 год тюремного заключения за каждое умышленное непредставление налоговой декларации. Новотек в 2014 году попал под финансовые санкции США и Джетвей был вынужден перестать участвовать в переговорах и финансовых сделках компании. Он выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность газовой компании, инвестиционную сообществу и презентуя ее проекты. Весной 2021 года компания Новотек сообщила о новом проекте – Arctic LNG 2 и, как утверждали в компании, первая полная отгрузка с завода СПГ мощностью 900 тысяч тонн в год заметно потрясет сланцевую мощь Соединенных Штатов. Как предполагают юристы, Джетвей с большой вероятностью пойдет на сделку со следствием в обмен на информацию о финансовых операциях как на Новотека, так и на другую информацию, которая может быть ему известна. Наиболее вероятный вариант развития событий – включение его в программу защиты свидетелей. Как арест Джетвей скажется на сделке между Сибуром и Таифом, сегодня предсказать невозможно. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.